Привет, друзья! Сегодня у нас вторая серия о выращивании горшечных растений дома, то есть для зимнего огорода. Перед нами перчик острый и горшечный томатик. В конце декабря месяца я посеяла на рассаду семена фирмы Гавриш. Это томат горшечный, красный и перец острый, хитрый лис. И вот так вот они сегодня выглядят. Вы просили подробно вам показывать все этапы, но я, собственно, и выполняю свое обещание. Но это действительно интересно посмотреть, как происходит все процессы развития с момента появления всходов и уже до сбора урожая. Также, конечно, я обещала, еще раз повторюсь, показывать вам все этапы, когда что я делаю, но на которых стоит именно остановиться отдельно. Итак, в конце декабря они были посеяны, всходы появились дружно. Сеяла я совершенно обычная, поэтому отдельно ничего снимать не стала, как обычно в обычной маленькой горшочке, в грунт на глубину 1 см. Далее, уже когда появились всходы, по мере подрастания, когда рассаде стало 3,5 недели, когда, соответственно, уже кум земли, корни все освоили, в маленьком объеме я их уже пересадила на новое место. Вот такие вот горшки объемом 3 литра. Вот этого объема будет вполне достаточно для постоянного проживания наших растений. Но, друзья, давайте теперь подробно я сначала вам покажу томатик, о нем поговорим, а потом уже отдельно о перечке. Принесла линейку, чтобы померить высоту. На упаковке у Гавриша указана высота растения 25 см. Приставляю линейку при вас, чтобы все было по-честному. Причем томат я не заглубляла при пересадке, все как надо. Около 20 см на сегодня высота кустика. То есть, все идет отлично. Возможно, он даже немножечко еще и подрастет. Далее, рассаде чуть больше, чем полтора месяца, но на ней уже есть цветочные кисти. Раз, два, и вот формируется третья. Бутончики вот-вот раскроются, начнется цветение. Это ранне спелый сорт. Через 90 дней после появления всходов мы должны собирать первые плоды. Но, соответственно, это и будет еще у нас впереди опять же те же самые полтора месяца. Конечно, мы уже увидим первые красные помидорчики. Далее. Горшечные томаты, как правило, не формируются. Если требуется какая-то специальная формировка, то производитель это, как всегда, указывает на упаковке. Здесь формировать мы ничего не будем. Не будем никакие удалять пасынки. А почему? Потому что как раз-то на пасынках потом у нас также будут образовываться цветочные кисти и будут, соответственно, плоды. Но не просто так. Вы же видели, что комнатные томаты, на них всегда очень много-много висит помидорчиков. Поэтому ничего здесь не надо делать. Ничего выщипывать, удалять, обрезать. Единственное, что по мере роста, но это уже туда дальше, когда растение будет взрослым, нижние листочки по мере старения можно будет просто обрезать. Также, если все-таки немножечко у вас подтянулись растения, но вот у меня этого нет, поэтому я пока ничего не делаю. Если растения подтянулись или опять вот все-таки вы решили удалить нижние листья, можно еще подсыпать томату землей. Как вы знаете, что томат прекрасно наращивает дополнительные корни по всему стволу, хоть вот его в макушку заглуби. Лишние дополнительные всасывающие корешки – это лишняя дополнительная энергия и питание для растений. Так как мы добавим же сюда землю, а в земле всегда есть источники питания. Сегодня я буду этот томатик подкармливать, и я вам немножечко попозже расскажу, чем. Ну, друзья, несколько слов буквально вот про перчик. Смотрите, как он выглядит сегодня. Он ровесник томату, поэтому повторяться не буду. Единственное, вот, например, так как это перец более декоративный, хоть и съедобный, кустарниковый пасынки, которые здесь образовываются на протяжении всего стволика, я ни в коем случае не удаляю. Для того, чтобы мне потом получить вот именно такой пышный кустик и отовсюду, чтобы у него были плодики. Но, в первую очередь, для его декоративности. В отличие от обычного перца, который мы с вами выращиваем там в грунте, в теплице, который обязательно надо пасынковать, убирать лишние побеги. Вот, например, у меня перец. Проверяла я семена на всхожесть, но и допроверялась. Как всегда, сами знаете, вот рука не поднимается, выбросить оставляемый. И вот перец у меня сейчас уже это цветет. На нем очень много цветов. Вот на нем-то как раз лишние пасынки я и удаляла, для того, чтобы вот именно они не мешали развиваться. Вот будущим плодам там есть уже крошечные-крошечные завязи. Это у меня перец. Заморозь меня, тоже отговоришь. Но я как раз тогда вот их все семена проверяла на всхожесть. Но пускай он дальше растет, это другая история. Потом, думаю, будет он у меня в горшке расти на улице. У перца, у этого, вернемся к нему, также уже появились первые бутончики. Соответственно, сегодня вот эти все растения нуждаются в обязательной, напомню вам, обязательной подкормке, которую мы с вами проводим в любом случае для любых растений на стадии бутонизации и начала цветения. В это время растениям в первую очередь нужны калий, фосфор, микроэлементы, среди которых обязательно должен быть бор. Для того, чтобы у нас было хорошее цветение, чтобы созревала пыльца, чтобы не происходило у нас опадение цветков и завязей, можно воспользоваться любым удобрением комплексом, которые есть у вас. Да, чуть-чуть можно взять и азота, потому что, как я уже говорила, что вот эти, например, на томатах, здесь еще будет расти много пасынков, соответственно, нам нужен тоже и азот для наращивания зеленой массы. Выбирайте подкормку любую. Я вот выбрала для себя удобрение, вот я все думала, говорить вам или не говорить, как называется. Думаю, сейчас скажу, скажут рекламу, не скажу, будете спрашивать. Ну, просто решила, все равно скажу. Это удобрение Борогум-М. Здесь есть калий, здесь есть фосфор, здесь есть небольшой степень азот и 11 микроэлементов. То есть все, что нам необходимо. Разводится очень легко и просто. Во-первых, еще жидкая форма. Я всегда люблю, например, жидкие удобрения больше. С ними гораздо легче, чем вот там где-то искать какие-то весы и замерять вот эти все гранулки. А тем более, если нам небольшой объем нужен, очень сложно отмерить там 1 или полграмма. И просто-напросто подкормка у нас проводится вне корневая по листу. На 300 мл воды берется чайная ложка вот этого удобрения и проводим мы опрыскивание. Это действительно подкормка. Это не то, что просто увлажнение. Потому что, как знаете, что всегда, что через листья растение гораздо быстрее получает все необходимые питательные элементы. Естественно, надо желательно попадать на обратную сторону листочков. Как раз вот она у нас более такая впечатлительная, впитывающая. Проводим опрыскивание, тем более, в первую очередь, для томата. Это в первую половину дня, чтобы к вечеру растение у нас уже просохло и в ночь ушло уже в сухом состоянии. Я уже все сюда добавила, навела. И сейчас вот при вас начну впрыскать. Все легко и просто. Конечно, единственное, не надо так вот делать, чтобы оно прямо вот так вот с него стекало. Достаточно вот небольшого количества вот этой жидкости. Опять же, после того, как мы растение польем, ни в коем случае, даже если пасмурно, не ставьте их под лампу, потому что маленькие капельки будут на нас с вами эффект линзы. То есть растения могут получить ожоги. А вот они, когда просохнут, тогда уже лампы смело включаем. Друзья, ну вот сегодня я конкретно хотела остановиться вот на этом важном этапе. Это подкормка во время ботанизации и начале цветения. Относится это и к горшечным растениям, и к тем, что мы с вами будем выращивать потом в теплицах или в открытом груди. Это уже не столь важно. И, повторюсь, это у меня томат горшичный красный. И этот у меня перчик хитрый лист острый от Гавриша. Вот так они сегодня выглядят. Будем следить за ними дальше, а потом вместе будем собирать урожай. Спасибо большое вам за просмотр. До новых встреч и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok